Судебная коллегия, в общем, долго выясняла нашу позицию, тем не менее с ней не согласилась. И касационная жалоба по поводу меры пресечения была ставлена без удовлетворения, причем, когда суд огласил определение, мы не услышали там ни одного основания, по каким, собственно, причинам нам было отказано удовлетворение нашей касационной жалобы. Опять ни один аргумент не был опровергнут, и никаких собственных мотивировок суд не привел, что является грубым нарушением закона, потому что, в соответствии с 7-й статьей Уголовно-профессионального кодекса, суд, вынося любое решение, должен его мотивировать. То есть получается, что ни Данилкин никак не мотивировал свое решение, ни касационной инстанции. Кроме того, судебная коллегия, не оглашая определение, просто сказала о том, что вынесено еще одно определение, впервые сталкиваюсь с такой общей практикой, что вынесено еще одно определение, которым прекращено производство по всем остальным жалобам защиты. То есть суд выслушал все наши аргументы по всем тем касационным жалобам, которые были заявлены, и по подсудности, и по возвращению дела прокурору по разным основаниям, и по прекращению уголовного дела, также по разным основаниям. Выслушал все мнения защитников и прокурора, и прекратил производство, сославшись на статью 355 Уголовно-профессионального кодекса, в соответствии с которой не обжалуются в касационном порядке решения суда, вынесены по ходатайствам в судебном заседании. Но Конституционный суд Российской Федерации, неоднократно рассматривая различные жалобы, уже высказал свою позицию о том, что такая постановка, формулировка этой статьи, она нарушает право на защиту, и что вот такие промежуточные решения, они должны иметь возможность быть обжалованы, должна защита иметь возможность, если тот, кто не согласен с этим решением. Поэтому, в общем, мы считаем, что решение вчера было незаконно, это принято, и для нас это значит, что мы пытались исчерпать все эффективные средства защиты внутри страны. Я считаю, что мы уже можем обращаться дальше в Европейский суд по правам человека по поводу тех нарушений, которые уже имеют место. Нами уже были зарегистрированы третьи жалобы в Европейском суде, которые касаются уже нового процесса, и поэтому в ближайшее время будут готовиться дополнения уже в связи с тем, что вот вчера произошло в конституционной инстанции. Мы считаем, что уже нарушено право на защиту И. Ходорковского и Лебедева, поскольку они в течение более чем двух лет не знали, в чем конкретно они обвиняются. Расследование шло за их спиной. Допрашивались свидетели, проводились экспертизы, обыски, выемки и так далее, и так далее, они не знали, какие обвинения против них готовятся. Это грубейшее нарушение права на защиту и нарушение 6-й статьи Европейской конвенции пункта 3а. Сейчас такая ситуация, что они, с одной стороны, отбывают наказание, назначенное приговором суда отбывают, но это наказание было назначено в колонии общего режима. Для того, чтобы перейти к следствию по этому делу, в том числе ознакомлению с материалами дела, их перевезли в СИЗО города Читы, где им была избрана мера пресечения, в виде заключения под стражу, и они стали содержаться не в колонии общего режима, а в СИЗО, где, конечно, существенно ущемлены их права. То есть прав гораздо меньше, чем было бы в колонии общего режима. И, понимаете, с одной стороны, конечно, кажется, ну, как какая-то, ну, в общем-то, незначительная, может быть, вещь, да, и так, и так, все равно бы они содержались под стражей, но есть закон. И для того, чтобы человека содержать под стражу в следственном изоляторе, как обвиняемого по уголовному делу, или сейчас как подсудимого по уголовному делу, необходимо по закону вынести мотивированное судебное решение, почему он должен под стражей содержаться. Вот суд раз за разом этого делать просто не хочет. Суд обязан просто вынести обоснованное решение, поскольку их содержание под стражей по приговору – это совершенно другой вопрос. И там они могут подавать ходатайство, например, об условно-досрочном освобождении и так далее. То есть получается, что их пытаются как бы дважды держать под стражей, чтобы исключить вообще каким-либо образом их выход на свободу. Потому что как только подошел срок УДО, появилось это новое уголовное дело. То есть вы не можете выйти по УДО, вы будете содержаться под стражей в следственном изоляторе. А если в следственном изоляторе вам вдруг применят меру пресечения в виде подписки о невыезде, вы все равно содержитесь по приговору суда. То есть их поставили в такие рамки, что они просто никаким образом на свободу выйти не могут. А в чем еще ограничение прав в СИЗО по сравнению с коммуникацией? Ну, во-первых, это отсутствие длительных свиданий. Что, конечно, очень важное право иметь возможность длительного свидания, трое суток с семьей, с детьми и так далее. То есть этого права они лишены с момента перевода в следственный изолятор города Читы, то есть с декабря 2006 года. Понятно, что прогулка один, там даже меньше, чем один час, там 40 минут в дворике следственного изолятора, это абсолютно никакая не прогулка, потому что это все, ну, это стены в этом дворике, это решетка наверху, то есть это не свежий воздух. Содержание в камере, это тоже не содержание в колонии общего режима, потому что камеры, они содержатся в тюрьме. Понимаете, есть такое понятие, как тюрьма, и к тюрьме приговаривают за, в общем, очень серьезные преступления. А они фактически весь срок, который они содержатся под стражей, ну, то есть большую часть этого срока содержатся в тюрьме. Сначала они содержались в СИЗО, пока рассматривалось первое дело, потом всего один год они содержались в колонии общего режима, и теперь они содержатся уже два с половиной года опять в условиях тюрьмы. Если бы им не была бы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по новому делу, то они могли бы содержаться в колонии общего режима и точно так же доставляться в суд. А почему нет? В Подмосковье можно найти колонию, в которой можно их содержать, и доставлять в Московскую службу. Ну, чуть-чуть побольше, что займет времени. Но, понимаете, то, как обставлено это дело вообще со всех сторон, и сколько на него тратится времени, сил, денег, налогоплательщиков, позволю себе заметить, и так далее, то можно было бы это организовать. И выездное заседание суда можно было бы организовать. Но это уже другой вопрос. Вопрос соблюдения закона. Вот закон на сегодняшний момент, он не соблюдается. Субтитры создавал DimaTorzok